В четыре года я чуть не умерла, потому что мой диагноз был никому неизвестен. Его смогли поставить, когда врачи уже сказали, что у меня стало жить две недели. У меня муковисцидоз – генетическое заболевание, которое в первую очередь поражает легкие. В них скапливается много слизи, которая очень трудно выводится. К 20 годам состояние человека становится критическим. Дышать такими легкими – это как дышать через противогаз постоянно. Обычный вдох можно посчитать секунд на 10. Я могу это посчитать максимум секунды на 3. И потом мне надо резко выдохнуть, потому что голова начинает кружиться. Сложно подниматься по лестницам, выполнять какие-то базовые действия. Я не представляю своей жизни без различной аппаратуры, вроде кислородных концентраторов. На данный момент вся свобода, которая у меня есть, заключается в том, что я могу ходить свободно по квартире. По той простой причине, что трубка кислородного концентратора не настолько длинная, чтобы позволять мне выходить на улицу. Когда мне поставили диагноз в 4 года, я еще не сильно понимала, что такое муковиститоз вообще. Я жила себе, как обычный ребенок, и не знала никаких трудностей. Потому что меня с того света, что называется, вытащили, откачали, дали кучу лекарств, назначили терапию, научили жить по-новому. В детстве она вообще-то была такая же, как обычный ребенок, ну, может быть, немножко физически слабее. Да, она только вот укашляла, принимала лекарства какие-то, ну, ездила там периодически в больницу, и все. Мои родители, моя семья преподносила это как элементы повседневной жизни, которые делают нормальные люди. И для меня это не было чем-то сверхъестественным, поэтому я развивалась, как все нормальные дети. После 17 лет, когда наступило совершеннолетие, меня лишили большинства льгот, и, соответственно, лишили части лекарств. Все произошло очень резко, и мое состояние также резко ухудшилось. Когда у Леры началось первое обострение, я впервые почувствовала, что кое в чем мы физически все же не совсем равны. Поэтому требуется моя поддержка, требуется моя забота и защита. В среднем люди с муковисцидозом в России живут лет 20. Раньше такие люди даже не доживали до совершеннолетия, и у меня было много шансов до него не дожить. В жизни каждого муковисцидозника, который приближается к терминальной стадии, есть момент, когда ему предлагают встать в лист ожидания на трансплантацию легких. И в моем случае это выход, это возможность жить как более-менее полноценный человек, спокойно ходить по улицам, не бояться того, что начнешь задыхаться. Год делаю 7-8 операций. Учитывая, сколько людей сейчас ждут этой операции, шанс пока не очень. Но он у меня есть. Мы живем здесь, в Москве, на пенсию в 12 тысяч рублей. Квартиру нам помогает оплачивать фонд кислород. А за коммунальные платежи мы платим сами. В общей сумме остается тысяч восемь. И на эти деньги мы пытаемся прожить месяц. Я рассчитываю, что у меня есть еще, возможно, год, возможно, пару лет, чтобы дождаться операции. Я исхожу не из состояния своего здоровья, а из состояния своих прогнозов, сколько я умею ждать. Субтитры создавал DimaTorzok